ИС работает с Азербайджаном и Арменией над проведением еще одной встречи в Брюсселе, пишет Трент со ссылкой на источник в Европейском Совете. Брюссельский процесс является интенсивным, и ИС работает с партнерами над проведением следующей встречи, сказали в Европейском Совете. Ранее председатель Совета Шарль Мишель заявил, что брюссельский формат переговоров между странами будет восстановлен. Армения выражает готовность восстановить железнодорожные и автомобильные сообщения с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на проходящее веревание Министерской встречи развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Пашинян уточнил, что это можно сделать по двум ранее существовавшим направлениям. Первый – северный маршрут, соединяющий Казахский район Азербайджана с Таурской областью Армении. Второй – южный маршрут, который, среди прочих, также объединяет западные районы Азербайджана с Нахачаваном. Он считает, что и автодороги могут иметь северное, среднее и южное направления. 32 пленных, вернувшихся из Азербайджана в Армению, прошли медобследование, после чего начались следственные мероприятия. Большинство вернувшихся имеют статус потерпевших, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамя «Фактор АМ». Основная часть вернувшихся попали в плен в 2020 году. Они имеют статус потерпевших в производстве, связанном с войной. В рамках производства в отношении них начаты следственные действия. Некоторые проходят через процесс, как потерпевшие по делам о взятии в плен на разных участках линии соприкосновения после войны, пояснил он. Абрамян сообщил, что на данный момент предоставить другую информацию невозможно из-за следственной тайны. Представители гражданской миссии ЕС в Армении приняли делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом. Об этом сообщает наблюдательная миссия в ПАССЕВ-Х. Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель увеличивает число наблюдателей гражданской миссии ЕС в Армении со стра 38 до 209. Решение вызвало недовольство Москвы и Баку. Ирадский металлургический завод будет построен в другом месте в селе Арарат Араратского Марза. Решение было принято на очередном заседании правительства Армении. Работы по строительству завода в Ирадхе начались около 8 месяцев назад. Однако Азербайджан помешал реализации проекта постоянными обстрелами под выдуманными экологическими причинами. Так, 14 июня Азербайджан обстрелил в стройплощадку, в результате чего двое граждан Индии, участвовавших в строительственных работах завода, получили ранения. В СМИ регулярно появлялись сообщения о переносе завода в более безопасное место. В Армении проходят непростые процессы, связанные с Карабахом. В России это понимают. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года». «Сделали это инициативно на самом деле, и нас-то особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. Это просто констатация факта, потому что есть и плюсы, и минусы. Так произошло и процессы сложные, внутриполитические», — заявил Путин. «Не думаю, что в интересах Армении прекратить членство в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства», — сказал он. Касаясь отсутствия премьер-министра Пашиняна на совместных мероприятиях, он сказал, что по информации РФ это связано с некоторыми процессами в Армении, а не с нежеланием продолжать работу в данных интеграционных объединениях. Глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов назвал неприемлемым для Баку предложение Еревана об отводе войск с армяно-азербайджанской границы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. «Граница не делимитирована. В таких условиях, если отвезти войска, где гарантии того, что эти позиции не займет другая сторона? Для Азербайджана это предложение Армении неприемлемо», — сказал он. 13 декабря глава МИДа Армении Арарат Мирзуян заявил, что Баку и Ереван обсуждают отвод войск от государственной границы. При этом он уточнил, что окончательной договоренности нет и выразил надежду, что идея продолжит обсуждаться. МПО «Репортеры без границ» опубликовало ежегодный отчет о смертности среди работников СМИ. Несмотря на новую войну в секторе Газа, смертность профессии снизилась. Число журналистов, погибших при выполнении работы, упало до самого низкого уровня с 2002 года. В уходящем году были убиты 45 работников СМИ. 17 из них освещали войну Израиля с Хамас. На войне в Украине погибли двое журналистов в течение года. Снижение во многом связано с улучшением ситуации для журналистов, работающих в Сирии и Ираке с 2013 года. Израиль намерен ввести боевые действия в Газе, пока все цели операции не будут достигнуты. Об этом заявил на встрече с военными премьер-министр страны Бениамин Метаняху. Операция «Железные мечи» будет продолжаться, несмотря на растущее международное давление, в том числе со стороны ООН, требующие прекращения огня, передает Девроньюз. Премьер-министр Израиля заявил, что цели операции в Газе будут достигнуты. Группировка Хамас должна быть уничтожена, все заложники освобождены. Соратники Алексея Навального не могут найти его ни в одном из московских СИЗО, куда, как сообщалось, его могли перевезти из Владимирской колонии. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил Deutsche Welle, директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Информации о местонахождении и состоянии здоровья Навального нет уже с 5 декабря. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хэштег «Где на войны» и объявили вознаграждение за сведения о том, где он находится. «С приходом зимы российская армия в Украине заметно активизировалась. Она медленно, но упорно продвигается сразу на нескольких участках фронта», пишет BBC. «Россияне имеют успехи южнее Бахмута, возле Клещеевки, западнее Работино, в южной части Мареньки и на других направлениях», сообщает украинский Остинт-канал Бипстейт. Сообщения осведомленных источников с обеих сторон о положении на фронтах в целом не противоречат друг другу. ВСУ вынуждено отступать под надзиском превосходящих сил противника. Российские источники признают, что продвижение дается ценой огромных потерь. Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на четверг объявил, что под Москвой снова сбит беспилотник. В сообщении Собянина говорится, что беспилотник летел на Москву и был сбит в Наро-Фаминском городском округе. Город расположен примерно в 50 километрах на юго-запад от Москвы. Территория его округа простирается почти на 80 километров по линии северо-восток-юго-запад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова